МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я закончу беспредел, не знаю. Свободно расположились, но с разрешением ли? Барганьеры хозяйничают в Углегорском районе. Мы кто? Да. Наемные рабочие. Ну, можно и так сказать. Наемные рабочие, просто отдыхающие, туристы. Ну, какая, в принципе, разница? Пришла весна, вместе с ней субботники. Как пройдут всеобщие уборки? Стараемся? Куда мы не мисли? Вот и почувствуют. Выбор небольшой, но есть, какие профессии доступны школьникам Углегорского района. Достаточно тяжелые. У нас такая. Да, там титановые пластины металлические. Подержать можно? Подержать, да, можно. Дождь, обилие талых и грунтовых вод принесли потоп в Углегорск, Шахтерск и некоторые селы района. О масштабах стихий подробнее в репортаже Дарьи Кораблевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, все затопило, да, прям? Это, это, вот, ливневки не работают. Ага. Вот и поэтому. Прям затопило, первый подъезд затопило. Вы живете здесь, да? Да. Первый подъезд, да? Вот сколько воды-то. То есть вы сегодня будете целый день откачивать, да? Там тоже вот полная. 14 апреля улица Победы, 182 и 182А, затопило практически всю территорию. Вода в подъездах и подвалах. С 8 часов утра жители били тревогу. Звонили в диспетчерскую службу. Ответ – ждите вас много. Потому что нельзя пройти, хоть на лодке едем. Когда это кончится беспределом, не знаю. Все считают, что наш дом проблемный. А при чем проблема, когда у нас такой беспорядок, вот в сопке бежит вода. Никому не надо. Затопило улицы Заводскую и Приморскую. Там коммунальную службу тоже ждали долго. О проблеме сообщили в 2 часа ночи. В 10 утра вода так и продолжала литься в подъезды и подвалы. Через социальные сети обращались к власти. Сотрудники службы МЧС обследовали реки – Углегорку, Тухлянку, Аральскую и Шахтерку. По информации жилищно-коммунального хозяйства, в Углегорске было потоплено 12 домов. Серьезная паводковая ситуация была в Ольховке, Медвежьем и Краснополье. Вся техника работала в усиленном режиме. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Жители Углегорского района обеспокоены уничтожением побережья. В разгаре массовая ловля мойвы. Рыбаки свободно расположились на пляжах. Приехавшие на берег выставляют неводы, перерывают песок, оставляют груды мусора и доставляют неудобства местным жителям. Далее подробнее. А вы приезжаете сам? А откуда? Я из Толинского района. А вас как-то организация сюда позвала, правильно? Я просто здесь живу. А, вы живете в Шахтерске, да? Ага, и хорошо. Ну, то есть вы не знаете, на кого вы работаете? Я не работаю, я просто говорю, что живу здесь. Вот здесь живете? Конечно. И рыбу ловите? Я пока ничего не ловлю. Жители Углегорского района засыпают жалобами редакцию на рыбаков, которые приехали на ловлю Уйка. На пляжах расположили станы, поставили технику, разбили дорогу, мусор уже есть. Комментариев много, но все об одном. Такая деятельность мешает населению. Особенно негативная реакция на два объекта. Берег Шахтерский в народе Переплюй и пляж Башняково. Редакция Углегорских новостей отправилась туда за разъяснениями. А начальник ваш где? Приедет вечером. Вечером приедет. А номер телефона у начальника есть у вашего? Нет. Есть у замдиректора, замдиректора тоже сейчас нет. На берегу в Шахтерске рыбаки для себя организовали все условия. Вагончики для сна, техника для работы в двух метрах от моря, разбросанные рыболовные снаряжения по всему пляжу. Чувствуют себя очень комфортно. Задаем вопрос, на какую организацию работают. От ответа увиливают. А точнее не знают. И в показаниях путаются. Да, начальник мой приедет, скажет, что за организация. А вы не можете этого сделать? Что? Ну, сказать мне, кто вы вообще такие. Я не помню, честно. Ну, вы же здесь работаете? Договору, а договор дома лежит. Мы кто? Да. Наемные рабочие. Ну, можно и так сказать. Наемные рабочие, просто отдыхающие, туристы. Ну, какая, в принципе, разница? Нет, ну, если здесь парни, те говорят, это организация. Организация легальная, все хорошо. Вот, я просто хотела у вас поинтересоваться. Что это за организация? Я турист, и я приехал отдыхать. Вот, честно говоря, тоже не знаем, как организация освоится. Ушли мы с порцией негатива, не получив ответа на обычный вопрос. Что за организация осуществляет деятельность? Далее отправились в Башняково. Там люди жаловались на состояние пляжа, мусор и технику, которая слишком близко расположена к береговой линии. Ну, берег-то весь этими большими машинами. На левом берегу в Башняково работу ведут рыбаки южно-сахалинской компании «Робин Фиш». По словам местных жителей, впервые их заметили в марте. Дорога до пляжа действительно оставляет желать лучшего. Но сам пляж чистый. Техника находится в 60 метрах от береговой линии, что соответствует закону. После того, когда будут разрешенные 300 тонн Мойвы, обещают уехать. Во-первых, они жалуются насчет дороги. Дорог здесь как таковых нет. Мы их не портим, эти дороги. Народу здесь, то есть не только моя бригада стоит. Здесь с одной стороны речки, с другой стороны много. То есть, ну минимум человек 300 мы кормим. Мы приехали сюда свои семьи кормить. Правильно? Мы на официальном положении зарабатываем. Не просто браконьеры прибежали. Насчет мусора, там пляж разбиваем. У нас вот и бочки стоят под мусор, и все. То есть, сами вот видите, на территории, ну нету такого бардака. Все как бы культурно, все это стоит. Мэр Углегорского городского округа Сергей Дорочук в своем инстаграм-аккаунте пояснил, что на добычу водных биоресурсов официальные разрешения выданы 70 рыбопромышленникам. С 2021 года их выдают на подзону, не выделяя районы. А если что-то вызывает подозрение или вы увидели нарушение, то лучше это зафиксировать. Обязательно с номерами машин. И отправить для разбирательства на аккаунт в инстаграм-администрации. Дарья Кораблева, Евгений Мелехов, Александр Гагаркин. Углегорские новости. В Углегорском районе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Акцент по-прежнему остается на людях категории 60+. В Сахалинской области зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания. 360 человек проходят лечение. 22 тысячи выздоровели. Вакцинацию прошли около 50 тысяч человек. Если говорить про статистику заболеваемости коронавирусом в Углегорском районе, то тут есть хорошие новости. Еще раз хочу пригласить все жители Углегорского района прийти в поликлиники в наши, в амбулатории ФАПы и пройти вакцинацию от COVID-19. Потому что многие переболевшие и родственники тех, кто умер от COVID-19, сейчас, наверное, просто мечтают о том, что хорошо бы, что вакцина была бы раньше для того, как они заболели. Просто надо беречь себя. И еще хочу добавить. На настоящий момент в Углегорском районе привито более 2,5 тысяч человек. Ни у кого не было никаких осложнений. Вообще. Если бы было, вы бы, наверное, знали. По нашему сарафанному радио. Вот так ничего, все в порядке. И заболевших среди привитых также нет. Ну и еще хочу сказать одну приятную новость, что на данный сегодняшний день у нас нет COVID-19 в районе. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуги или в поликлинике. Для жителей Углегорска запись осуществляется по телефону 43-244. Для шахтерцев – 31-722. Сельчане получить вакцину могут в амбулатории по месту жительства. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал сахалинцев принять участие в субботниках. Всеобщие уборки пройдут с 17 и 24 апреля. Трудовым коллективам предстоит навести порядок на территориях организаций, управляющим компанией, во дворах и подъездах. Подробнее в нашем следующем материале. У нас получается 17 апреля, 24 апреля, субботники будут идти. Мэром принять личное участие и организовать всю эту работу. Личным примером нужно все это показать и организовать. Можно начинать раньше, но вот эти дни просто нужно будет привлечь и организовать людей. Подумайте, как сделать так, чтобы где-то можно будет деревья посадить, ну и так далее. Ну, в общем, чтобы это все было максимально эффективно. Меньше пафоса, больше дела. Официально субботники начинаются завтра, но жители Углегорского района уже вышли создавать чистоту. Грабли, метлы, перчатки, мешки и за работу. Чтобы жить в комфорте, нужно поддерживать чистоту в городе. Это касается не только коммунальных служб, но и каждого жителя. Углегорский район присоединился к всероссийским субботникам для формирования комфортной городской среды. Чтобы соблюдали чистоту и все, все, что от них требуется. Чтобы не сорили, не мусорили, за собой убирали и все, все, что нужно. Судя по полным мешкам, за год мусора накопилось много. Бумажные листовки, пластиковые упаковки, полиэтиленовые пакеты. Эти предметы могут пережить не одно поколение людей. К примеру, пластик разлагается в почве 200 лет, а стекло более тысячи. Ответственность за сохранение экологии несет каждый. Достаточно много уже, видите сами, достаточно много. Листва после зимы, ну и бумаги, к сожалению, бросают люди. Убираем, будет чисто, всем приятно. Порядок навели в городском сквере. В парке возле храма убрали территорию доски почета, а также улицу Заводскую 18. Это только начало работ. Управляющие компании наводят порядок на своих объектах. Это спортивные площадки, детские площадки. Силами предприятий ЖКХ наводится чистота на территориях котельных, сетей, насосных станций. Волонтеры и представители общественных организаций наведут порядок на пляжах и местах отдыха горожан. Каждый житель Углегорского района может принять участие в уборке своего населенного пункта. Инвентарь предоставят управляющие компании. Для этого 18 и 24 апреля с 9 до 10 часов утра нужно обратиться в местные офисы. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Жители Углегорского района могут сообщить о ямах и дефектах на дорогах. Для этого в помощь сервис «Сахалин онлайн». Каждый желающий может сообщить о дорожной проблеме. Далее по этим данным будет создаваться цифровая карта дефектов дорог Сахалинской области. А до 1 июля ответственные обязаны решить все дорожные проблемы. Финансирование увеличено в 6 раз. Самые активные на данный момент – жители Южно-Сахалинска. Они уже сообщили про 200 дорожных изъянов. Каждый из вас может помочь обнаружить проблемные участки. Необходимо коротко описать проблему и указать место на карте населенного пункта. Обращение передадут профильным специалистам. В ответ пользователь получит сообщение о сроках устранения дефектов. Жители села Ольховка жалуются на груду мусора недалеко от улицы Центральной. Мусор в перемешку с грязью вызывают недовольство. Отходы находятся возле мусорных баков. Во время дождей и паводков грязь растекается по всей Ольховке. Сегодня сотрудники управления дорожно-транспортным хозяйством обследовали территорию. Сегодня в администрацию поступило обращение, что в селе Ольховка возле площадки ТКО нагромождение мусора. Мастером нашего предприятия благоустройства было обследовано это место. Было установлено, что это снег, который сгребался в определенное место при расчистке проезжей части. Сегодня предприятие приступило к расчистке этой территории. И тот мусор, который останется после таяния снега, будет убран. Жители Углегорского района могут встретиться с Сахалинским транспортным прокурором Дмитрием Лосевым. Приемы пройдут в Углегорский и Шахтерский. Нужна предварительная запись. Контактный телефон 424901. Обратиться можно по вопросам нарушений законодательства в сфере окружающей среды, санитарно-эпидемиологической обстановки, таможенной сферы, воздушного транспорта, водного и железнодорожного. Встречи пройдут 20 и 21 апреля. Одна из причин приезда транспортного прокурора – угольная пыль. И уже есть обращение от инициативной группы по проблемам подтопления. День без турникета – всероссийская акция, в рамках которой старшеклассники могут встретиться с представителями разных профессий и увидеть особенности их работы. О том, как прошла акция – в нашем следующем материале. День без турникетов. В акции приняли участие все школы района, кроме Башникова. Из-за плохих дорог педагоги побоялись вести детей на экскурсии. Из объектов на этой неделе удалось посетить Углегорский порт, отдел полиции и Сахалинский горный техникум. Потому что практика – это самый лучший пример, чем говорить на картинках, показывать презентации. Поэтому эта акция уже стартует не первый год, уже несколько лет, и мы активно принимаем в ней участие. Сотрудники полиции рассказали детям о работе и ответили на вопросы. Вроде же лет. Третий класс защиты. Предназначен для пассивной защиты сотрудников. После рассказа о спецодежде и оружии ребятам предложили примерить на себя экипировку. Желающих было много, особенно девушек. У меня всегда тянуло сферу юриспруденции, и у меня еще и отец полицейский. Поэтому тут я часто гость. Ну, мало что нового я узнала, потому что многое слышала от папы. Но, в принципе, от новых лиц и какую-то информацию по поводу обучения узнать было интересно. Результатом прошлогодних профориентационных мероприятий в этом году к нам на поступление обратилось четыре ученика. То есть выпускника школы. Мы с ними сейчас работаем на поступление в ведомственные вузы. Ну, все идут на Хабарус. Две девочки, два мальчика. На следующий день, 15 апреля, школьников ждали в Сахалинском горном техникуме, в Шахтерске. Для них была подготовлена экскурсия по территории и знакомство с профессиями. Все очень классно. Вас везде поводили, все показали. Пригласили учиться тут. Мне очень все понравилось. Особенно на КАМАЗе. Управление очень сложно, но все равно. Есть некоторые моменты, что там очень сложно управлять им, но все равно ты к этому привыкнешь. Наши дети, наши школьники, они путаются и не знают, куда им пойти дальше, на кого им учиться работать. Учиться, кем работать, где работать. Такие экскурсии знакомят детей с профессией. Я сама являюсь педагогом-психологом. И это очень важно, когда на первом курсе провожу опрос у наших студентов, уже поступивших. Они им не отвечают. И более 40% студентов, которые поступают там, они поступают по собственному желанию. Также в САХГТ напомнили о приемной кампании, которая начала свою работу с января этого года. Выпускники девятых классов, желающие поступить в технику, могут это сделать до 15 октября. Елизавета Кипарисова, Евгений Мелехов, Александр Гагаркин. Углегорские новости. 15 апреля российские 11-классники написали итоговое сочинение, которое стало допуском к сдаче единого государственного экзамена. Изначальный экзамен должен был проходить 5 числа, но его перенесли. Коррективы внесены и в дополнительные даты. Они были передвинуты на 5 и 19 мая. Я прочитал всего 4 книги. Они были универсальными из зарубежной литературы. И все. Я прочитал эти книги, запомнил цитаты и все. Запомнил структуру сочинения и написал. На самом деле, я думала, будет сложнее, но так как я очень переживала, меня трясло. В принципе, все было не так трудно, потому что эти темы я уже видела. С нами разбирали их. С нами начали разбирать еще с начала года. Но так как сочинение перенесли, мы начали готовиться к ЕГЭшному сочинению. А потом наш учитель дал нам темы, дал аргументы, чтобы мы готовились, отправил нам видеоролики. Ну и в принципе все. Для допуска к ЕГЭ ученики 11 классов должны будут получить зачет по итоговому сочинению. Результаты будут готовы 25 апреля. Это были Углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды и проект «Старая пленка». Мы покажем вам уникальные кадры из архива первого углегорского телевидения. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи! По информации ГИС Метео, на предстоящую неделю в Углегорском районе синоптики прогнозируют ненастную погоду. Так завтра ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла, ночью опустится до плюс 3, ветер умеренный. В воскресенье будет облачно, небольшой дождь. Плюс 9 днем, плюс 3 ночью, ветер до 11 метров в секунду. В понедельник пасмурно, снег с дождем. Днем плюс 4, ночью плюс 1 градус, порывы ветра до 18 метров. Во вторник ожидается пасмурная погода, снег с дождем. Днем плюс 1, ночью нулевая температура, ветер порывистый до 20 метров. В среду пасмурно, мокрый снег, днем плюс 1, ночью нулевая температура, ветер до 17 метров в секунду. В четверг будет переменная облачность, небольшой снег с дождем. Днем температура плюс 4, ночью минус 1 градус, ветер умеренный. А вот в пятницу синоптики прогнозируют ясную погоду. Плюс 2 градуса днем, минус 5 ночью, ветер слабый. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!